Дорогие друзья, на библейский портал Экзегет поступил вопрос. Чем отличается человек угодие от желания сделать человеку добро, порадовать его? Человек угодия – это доброе дело, за которое ожидается награда. У психологов есть понятие условной любви. То есть можно что-то делать другому, помогать, жертвовать, добрые слова говорить. Но ты ждёшь результат. Ты ждёшь, что тебе за это будет ответное участие. Кроме того, человек угодие связано всегда с лукавством, а иногда и с ложью. То есть указывают человеку те качества, которые у него нет. Но особенно это бывает на всяких праздниках, торжествах, юбилеях, когда усердствуют именно в этих дифферамбах для того, чтобы, не знаю, получить какие-то бонусы перед начальством, перед богатым родственником. Потому что многим грешным людям похвала угодно. Вот эта лесть, она греет душу грешного человека. Но, например, Христос в Евангелии, он никогда человеку угодничеством не занимался. Помните, есть в книге «Деяний» такая история, когда царя Ирода люди называли богом. Это тот Ирод, который умертвил апостола Иакова. Не тот, который избил младенцев Ифлиями, а это его родственник. И вот, когда Ирод стал говорить речь, народ восклицал. Это голос не человека, но Бога. И в этот момент ангел поразил Ирода, и он, быв изъеден червями, умер. Но слово Божие распространялось далее. Вот пример этого человека угодья. Что касается добра, который мы делаем, чтобы человека порадовать, чтобы облегчить ему жизнь, нужно смотреть на чистоту этого доброго дела, чтобы там не было примеси. Примеси тщеславия, примеси человеку угодничества, примеси какой-то выгоды. Ну, как мы часто поступаем, но я вот помогаю кому-то, или поздравляю с днём рождения, или иду на помощь. Ну, а у меня такая вот как бы задняя мысль, потому что мне надо, чтобы и этот человек про меня тоже вспомнил в следующий раз. Вот я его поздравил с днём рождения, подарил ему подарок. Ну, надеюсь, не забудет он меня в свои, когда мне будет мой юбилей. Так что вообще христианство, оно человека ведёт к тому, чтобы награду не получать и не ждать на земле. Всё туда отправлять. А человеку угодья, оно связано именно с желанием получить награду здесь. Поэтому по-другому оно называется ещё лицемерием. А лицемерие – это такой недуг, который даже Бог не смог искоренить из сердца человека. Это такая страсть, как змея, которая заползает в какую-то тёмную нору человеческой души, и там прячется. И когда ей угодно, она может сжалить человека в самое сердце. Так что лучше быть таким явным грешником, честным, чем таким скрытым актёром-лицемером. Потому что ты обманываешь и себя, и Бога, и людей. И вот в этой лжи человек уподобляется самому дьяволу. Потому что он назван отцом лжи. Всё, что связано с ложью, связывает человека с сатаной. Поэтому нужно очень сильно бояться кого-то обманывать, кому-то лгать, постоянно лицемерить. Вот это очень страшные состояния, которые человеческую душу губят уже в этой жизни. Так что будьте людьми честными. Христос ставит пример детей, которые надо нам на ребёнка смотреть, как он хочет кого-то порадовать. Как он умеет радоваться. У него всё искренне, всё чисто. Вот этот образ маленького ребёнка, он как бы ставится в пример взрослому человеку. Потому что мы стали слишком серьёзные, слишком какие-то сложные, запутанные. У нас всё перемешано. Ложь, правда, чистота, страсти. Всё вот так вот, как какое-то гнездо каких-то там змей. Поэтому христианство выводит человека из этой тьмы на свет, ставит перед собой человека, перед своей совестью, перед Богом. И тогда ты добрые дела делаешь чистыми. И их Господь принимает как жертвы. Ему благоприятные. И угодно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok